Всем привет! Добро пожаловать в наш новый влог! Мы сегодня с Лаурой обосновались в спальне, решили даже кровать не заправлять, так все для себя поудобнее сделали. И да, ребенок у меня весь день спит только на ручках. На моих ручках, либо на каких-нибудь других ручках, сама не спит. А вот вечером, часов после пяти, наверное, ее тогда уже можно положить, и она спит подолгу. Слава Богу, хоть немножечко. Тьфу-тьфу-тьфу, боюсь сглазить, хоть вечером спит, и то хорошо. Ну что, крошка, интересная камера? О-о-о! Передай всем привет! Ну а пока она свои дела делает, расскажу вам немножко, что у нас в последнее время происходило. Очень тяжело монтировать при наличии такого грудничка, тем более, что, как я сказала, она весь день на ручках. А вечером у меня уже концентрация не та. Если дети обе уснули, то, в принципе, можно было бы сесть. Но я считаю, поступаю мудрее. Я тоже ложусь спать. Очень рано ложусь спать, потому что ночью, вот первые три часа, два-три часа, Лаура спит за раз, а потом просыпается чаще. И дабы выспаться, я сразу ложусь. Вот я помню с Эммой, когда я её родила, я сразу так с непривычки, в беременности хорошо спала, с непривычки потом очень сильно не высыпалась, и сильно от этого страдала, меня прям это мучило. А в этот раз, слава Богу, высыпаюсь. Это, наверное, от того, что я в декабре практически не спала, ночами, не днями. И, да, такого контраста большого не было. Наоборот, даже в положительную историю сторону, если я сейчас за ночь просыпаюсь. Но самое лучшее было, что я два часа, два раза на кормление просыпалась, и всё. И, в принципе, я чувствую себя бодренькой. Но надо учитывать, что днём я не очень-то много дел делаю. С Эммой тогда всё было наоборот. Вот я ночью очень часто просыпалась, и днём очень много всего стремилась делать. Такая большая разница. Лежит себе, смотрит на свои игрушечки. Миленькая. Мама хоть успеет на камеру всё наболтать, что надо. Да, хотела рассказать, мы ездили недавно к педиатру, к детскому врачу на У3, Унтерзухунг-3. Это такое регулярное исследование ребёночка, обследование ребёночка в месяц. И вот что у нас получилось. Наша первая поездка к врачу. Рутинное обследование сегодня. В месяц детишек обследуют. У-у-у-драй. Крошка по дороге уснула, но не сразу. Поплакала немножко в коляске. Первый раз ездила в колясочке. Ну что, тоже ищешь маленькую? Здесь такой Зойглингс варта Цима. Смотрите, какую я классную табличку нашла. Тут все прививки обозначены, в какой возраст, что, когда делается. Очень классно. Даже сфотографировала себе, чтобы если что знать. А может тут брошюрка есть? Теперь уже мы у врача, ждём врача. Хорошо, что сделано для новорожденных отдельное варта Цима. Тут, кстати, тоже очень тепло. Натоплено, ребёнок уже раздетый. Вот так. Да, вот такая вот первая поездка Лауры на колясочке. Педиатр посмотрела её, всё проверила. Всё нормально, всё хорошо. В весе она хорошо прибавила. И спросила, всегда ли она такая спокойная. Потому что ребёнок у меня окукала, смотрела всё по сторонам, всё давала с собой делать в хорошем настроении. Я не знаю, как так получилось у неё. Ну вот, и, ну нет, она, конечно, не всегда такая. Совсем не всегда. Я этому очень рада, потому что за счёт этого у нас, конечно, намного меньше стресса быть там у врача, когда чужой человек осматривает, поворачивает, переворачивает, всё трогает, щупает. Вот. И чудесно всё прошло. Предупредили нас насчёт прививок. Я пока ещё точно не знаю, что я буду делать, как. А ещё кое-что произошло, что меня немножко смутило и даже шокировало. Меня доктор спросила, как часто я кормлю её. И я сказала, что, ну, в среднем каждый час. И она сказала, это слишком часто. Мы же взрослые тоже не едим каждый час. Типа каждые 2-3 часа надо кормить ребёнка. Вот. И я так думаю, как она себе это представляет, что, значит, через час у меня ребёнок проголодается и будет ещё 2 часа орать, пока я покормлю. Ну, это вообще невозможно. Мне кажется, даже по логике вещей это неправильно, если ребёнок испытывает голод и просит, надо покормить. Я кормлю по требованию. А кроме того, я не знаю, ну, образованный человек, опытный человек, откуда такие суждения из учебников 30-летней давности или даже 50-летней, наверное. Я думаю, метаболизм грудного ребёнка, который питается только молоком, просто чем-то жиденьким, и метаболизм взрослого человека сравнивать, наверное, не стоит. Ведь я так подумала, мало ли, может, если слишком часто кормить, могут быть какие-то побочные действия. Но, с другой стороны, вот наши гены, они из пещерных времён в нас заложены. Но неужели тогда какая-то пещерная женщина, которая там собирала коренья, сидела в пещере с младенцем, думала, надо подождать 3 часа перед следующим кормлением. Нет, запишал ребёнок, к тите сунула, всё. Мне кажется, так и было. И это наши гены, такие мы. И я считаю, это единственное правильное. Если ребёнку что-то не так, вряд ли у него будет аппетит, и он будет кушать. Кроме того, ребёнок берёт грудь не только для кормления, а чтобы утешиться, чтобы почувствовать маму, чтобы успокоиться, чтобы согреться, не знаю, если холодно, или наоборот. Переднее молоко жидкое, там много воды, если жажда, если жарко. То есть я, короче, с доктором совсем не согласна. И я этими сомнениями поделилась в Инстаграме. Очень многие, кстати, откликнулись, что нет, такого не может быть. И приятно знать, что в России вот это вот новое, так сказать, новый взгляд на кормление уже настолько распространился, что многие придерживаются этого мнения. Не как поколение наших мам, которых там строго было надо каждые 3 часа кормить, и не чаще. Это вообще такое идёт из времён индустрии, когда 6 недель после родов женщина выходила на работу, ей приносили ребёнка, естественно, там не потребню, а по часам кормили. И сейчас у нас уже не так. Я дома, я родила для себя, я кормлю. Что вы об этом думаете? Кормите ли вы по часам? Я думаю, вот если даёшь бутылочку, то как ориентироваться? Когда даёшь бутылочку, наверное, ну и по весу, и по реакции ребёнка, ну и по указаниям фирмы, потому что наверняка они делают исследования по этому поводу, как часто надо этой смесью кормить ребёнка. Ну а грудью кто? Все очень индивидуальные дети. Иду, иду, бегу, бегу. Надоело? Надоело тебе самой развлекаться? Ну давай. А ещё она нам дала направление на обследование тазобедренного сустава. Делают ультрашаль. И дала адрес клинике, куда можно поехать. Едем минут 5, может 10, маленькая уже спит. Эмма в её возрасте не спала, что-то другое делала. Благим матом орала всю поездку всегда. Мы приехали вот в эту больницу, или как сказать, праксис, ортоклиник, и будем делать обследование, как их назвать, суставов, крошки. Ждём врача. Уже раздели ребёнка. Папа помогает очень. Эмма там развлекается, как может. У меня. Так что всё. Эти все обследования мы сделали. Все у крошки хорошо. Растём дальше, развиваемся дальше. Ещё в последние дни я очень часто брала камеру и снимала какие-то очень маленькие сюжеты. Хочу, чтобы они остались на канале на память. Просто разрозненные дни, разрозненные сюжеты, но, по-моему, миленько смотреть. Так что я их сюда добавлю. Приятного просмотра. Ну что, прибалдела? Вот такую классную качельку нам подарили на рождение доченьки. Мы очень довольны ей. Мелодии красивые. Разная интенсивность качания. Сейчас я вообще качание не включила. Ребёнок пошевелится и от шевеления сама чуть-чуть качаться будет. Но она до сих пор не оценила у нас. Она тут редко сидела и не хотела. А сейчас я её посадила, сидит. Красота! Да? Сейчас ещё одеялком укрою, а то холодно. Она была чётенькая. Эмочка, ты своей куколке памперс меняешь? Да. Окей. Вот почему надо две сутки? Да. Заодно и всю куколку протёрла, да? Молодец. Нашу сумочку мы забрали из садика. Я хочу там перепроверить одежду. Наверное, многое малое. И там в основном летняя одежда, поскольку мы её в мае собирали. Эту сумку, да, Эмма? Да. Вот я ему уже платье вытащила. Смотрите, какое лакомедо. Это, кстати... Весь город, смотри. Эмма, это Гамбургский Ратхаус. Это в центре города находится. Хамбург, Ханзештадт. Давай, открывай, что там внутри. Вот, Эмма обязательно хочет носки показать. Вот какие кети у меня носки. Да, красивые. Летняя кофточка. В принципе, её можно оставить, потому что она ещё как раз. Эмма, как ты думаешь, такие джинсы тебе ещё как раз? Ну, мне эти джинсы не нравятся больше. Тебе не нравятся? Это от Лего, кстати, очень классные. Такие очень тоненькие. Ну, ладно. Тогда убираем их. Подходит. О, вот это классная кофточка. Мяинька это как раз. Она мне нравится, мама. Хорошо. Давай, я покажу. Смотри. Давай. Она мне как раз... Ну, носи её. Оставляем дома. Она мне как раз, мама. Да, она очень хорошая. Она тебе как раз. Ну, мам, смотри, у меня как раз... Вот такие, а у неё... У нас там, оказывается, даже памперсы были, хотя они сейчас не особо нужны. Только с медной одеждой. Памперсы! Да. А ты можешь туда памперсы? Когда ты в Майи пошла в садик, ты как раз приучалась ходить без памперсов, Эмма. И какие-то колготки, тоже, наверное, маленькие. Пока Эмма там крошку развлекает, я взялась что-то быстренько делать. Оладушки. Оладушки из банки у нас опять. И пока у меня тут жарится, Эмма успевает на всех фронтах. Она и мне помогает. Мармелад выкладывает. Будем макать, да? Это какой мармелад у тебя? Персиковый. Отлично. А я смородиновый люблю. Я хочу тоже смородиновый. Окей. Во вторую положишь смородиновый. В итоге две пары трусиков. Побольше носочки две пары. Кофточка получается водолазка и леггинсы тепленькие, длинные. Курточка дождевичок. Эмма кричит, смотри, мам. Эмма, ты варенье на нос намазала? Сейчас капнет. Ну, придется тебя... Давай вытрем это. Сейчас стирать будем это все. Все, упаковываю назад. Все готово. Купила Эммочке вот такую вот мозаику. Мосгуми мозаик. У нас тема русалочка. И дельфин, скажи. И дельфин. Вот такая у нас будет русалочка. Распаковали. Вот смотрите. Из этих я делаю вот такую картину. Да. Они такие все блестящие, очень красивые. Единственное, что мне не нравится, что у них блестки немножко ссыпаются, остаются на руках. Ну да ладно. Давай, Эмма. Я пока поприбираю детскую комнату, а ты собирая эту красивую мозаику. Много работы. Это я все вновь. Дособирали мы русалочку. Эмма отлично все сделала. Очень долго, старательно сидела за этой работой. Эмма, тебе понравилось? Да. Тут еще сзади такая подставка. Эмма, ты знала, что это подставка? Давай соберем ее. Готово. И теперь ее можно поставить как фоторамку. Куда поставим русалочку? Выбирай место. Эмма. Нам подарили вот такой няшный мобиле нашей маленькой Лауре. Сейчас она уже... Нет, 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 нет. В туфельках нельзя накрывать. Ножки вниз. Сейчас она уже смотрит по сторонам, все разглядывает. Я думаю, пора уже приделать. Тем более, что тут есть и свет, и музыка. Сейчас попробуем собрать и на ее кроватку приделать. Сейчас мы расположились тут в именной кроватке. Она вроде не против. Ну как ты? Ну как ты? Хорошо? Хорошо, рассматриваешь, что тут у Эммы? Ничего яркого, только так полок висит. Смотрите, какие у нас классные финики, целая коробка. Попросила Эмму не мешать, она все равно сюда лезет. Они такие огромные. Вот такие вот. Вот моя рука, вот финик. А косточка там маленькая-маленькая, очень вкусные и сладкие. Хочешь, Эмма, финик? Нет. Муж берет в каком-то турецком магазине. Очень классная такая пачка стоит 10 евро. Я вам сразу покажу, я хочу тоже вкусно. Сказал, да едет косточка. Вот, у меня косточка, вот такая косточка там. Да. Я ее не съела. Вот, косточку достала. Вот так достала. Вот так дыркой я достала, вот. Все ясно, молодец. Уже. Пока, зрители. Я сегодня полдня уговаривала Эмму поиграть одной в своей детской комнате. Вот она полчаса поиграла, я так порадовалась. А теперь смотрю зря. Мама, я хочу тебе что-то сказать. Ой. Сегодня мы делаем тайк-брючин. Тайк-брючин? А папа убрал фон-довели и прыгнул на мой ланд. Ох. Тайк. Это смешно. Тоже так? Ты будешь игукать? Ты поигукаешь с нами? Так, вот эту штуку от Фиша Прайс, этот Мобили. Оказалось очень легко собирать. Ну как, очень легко. В общем-то, я сама справилась. Муж только батарейки вставил. Их надо, там надо болтики откручивать, чтобы батарейки вставить. Остальное я все сделала сама. И да, красиво, удобно. И вот ребенок смотрит уже, поглядывает, лежит себе тихо. Я сама не ожидала. Ну хорошо. Я думаю, самое главное, чтобы ребенок, чтобы нравилось ребенку, надо не в критический момент, когда он орет, чтобы отвлечь, что-то такое включить. А именно, когда ребенок в хорошем настроении, все чудесно, сытый, выспался. Тогда включать, чтобы он обращал внимание. И чтобы, как это, ассоциации были с положительными эмоциями. Когда ему удобно, вольготно и ничего не нужно. Ой, все. Зарикали, срыгнули, пока мама тут болтает. Ох, мам, болтушка. Вот как наша крошечка уже головку держит. Миленькая моя. И аль ты сиест? Фюльфохен, секс фохен? Я помню Эмму в этих ползуночках. Это ее ползуночки с ягодками. Хотя, не сказать, что прям моя самая любимая модель из всей ее одежды. Есть поудачнее и пошитые, и по качеству. Но почему-то мне именно это с кубичками запомнилось. Я не знаю почему. Хочется даже сохранить его навсегда на память. Что скажешь? Ага. Молодец. Прям в камеру смотрит. Молодой специалист. Выбрались мы погулять всей семьей. С меня, как всегда, три бота сошло. Ребенок в коляске орет. Вон муж везет ее на колясочке. Слушай, орет, не нравится ей. Надеюсь, уснет. И начали собираться, ребенок спит. Ну, хотела потихоньку одеть. Первый комбинезон одеваю малой, 56-го размера. Достала второй комбинезон, 62-го. Одеваю малой. Хорошо, что у меня 68-го был. Он, конечно, гигантский, огромный ей. Но она туда вошла, и тепло ей. Он очень зимний, по крайней мере. Сейчас будем играть с Эммой в магазин, если сможем. Мама, папа пришел? Да. Он же сказал, кружок небольшой сделает и придет. Пойду проверю Лауру, а потом приду в твой магазин. У тебя все готово? Нет, еще пироженка. А, делай пироженку. Ну, давай, тогда это кондитерская. Ой, она так плачет. Она у нас сонная, сонная. Плакать перестала. Так, может, хоть и снять сейчас. Соску бы дал, и спи ребенок. Ну, нет, соску не хочет. Ну, на этом все. Спасибо, смотрите нас. Если нравится, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.